Всем привет! Кошки – одни из лучших домашних животных. Они очень милые и ласковые и приносят в дом уют и умиротворение. Существует более ста различных пород кошек, которые отличаются как размерами, так и поведением. Сегодня мы поговорим о кошках, которые очень похожи на своих диких собратьев, потому что их породы были выведены путём скрещивания домашней кошки с представителями семейства кошачьих из дикой природы. А перед тем, как начать, я хочу вас попросить проверить подписку на канал и посмотреть, включен ли колокольчик. Бенгальская кошка Порода получилась в результате скрещивания дикой бенгальской кошки с американской короткошёрстной. У бенгальской кошки потрясающе красивая окраска шерсти, яркие пятна очень похожи на те, что есть у леопарда и ягуара. Эти кошки пользуются огромной популярностью у голливудских звёзд и богатых людей. Как и её дикие собратья, она имеет выраженный охотничий инстинкт. Мускулистость её тела предоставляет возможность приспособиться к любым условиям обитания. Для того, чтобы бенгальская кошка не выросла агрессивным существом, в детстве ей нужно уделять большое внимание. Бенгальские коты предпочитают свободу, они недовольны тем, что их носят на руках и могут царапаться в любое время. Хозяину стоит проявлять терпимость и без криков обучать питомца правильному поведению. Пикси-боб Эта порода появилась в Америке благодаря скрещиванию домашней кошки и североамериканской рыси. Кошка одновременно похожа и на рысь, и на мейн-куна, только у пикси-боба совсем маленький хвостик. Пикси-боб отличается массивным телом, крепкими ногами, куцым хвостом и милыми кисточками на ушах. Вес этих домашних питомцев отличается в зависимости от пола. У кошек около 5 килограмм, у котов могут быть все 10. По отзывам владельцев, кошки породы пикси-боб очень преданы человеку, они хорошо ладят с детьми и другими животными. Это любознательные и компанейские животные, которые любят поболтать, а если надо и порычать. В игре они могут бодаться, бегать с мечом, приносить игрушки и даже реагировать на человеческие команды. Чаузи Это выведенная в 90-х годах порода крупных короткошерстных домашних кошек. Порода появилась в результате скрещивания домашней кошки и дикого камышового кота. У Чаузи яркая внешность, небольшие кисточки на крупных ушах, длинный хвост, который достигает 3 четверти длины тела и длинные мускулистые ноги. Есть и знаки отличия. Кончики хвоста и ушей непременно чёрные, на шее часто бывает ожерелье, а шерсть обязательно текирована. Каждый волосок окрашен минимум в 2 тона. Несмотря на дикую родословную, представители породы – весёлые и общительные животные. Они не стыдятся проявлять ласку и нежно мурчат в ответ на поглаживание. Чаузи очень подвижны. Они с удовольствием залезут на высокие шкафы и полки, перепрыгнув с одного места на другое. Поэтому будет лучше, если вы станете либо выгуливать животное, либо выпускать в просторный вольер со специальными приспособлениями для лазания и прыжков. Каракэт Эта экзотическая кошка произошла от дикого кота Каракала, скрещенного с домашними породами. Кошка с дикой внешностью имеет поджатое сильное тело с длинными лапами и красивый экзотический окрас. Цвет шерсти – песочный или серебристый, уши заканчиваются тёмными кисточками, как у степной рыси. Размеры Каракэта значительно превосходят любую из домашних пород. Эти крупные кошки могут достигать высоты в холке 45 см, а длина их тела составляет 90 см. Вес взрослого питомца будет около 15 кг. Каракэт – подвижный и активный питомец. Его выраженные охотничьи инстинкты дополняются чутким слухом и способностью запрыгивать на высоту. Питомец также может предпочитать ночной образ жизни, что бывает очень неудобным для хозяев. Чтобы кошка спала ночью, ей придётся давать достаточную нагрузку в дневное время. Потребуются прогулки и активные игры. Саванна Самая крупная порода, выведенная путём скрещивания домашней кошки и сервала – дикого представителя семейства, обитающего на африканском континенте. Поразительные сходства с диким сородичем и крупные размеры, вес до 15 кг, делают эту кошку действительно уникальной. Кошка имеет стройное и слегка удлинённое тело, длинную шею, небольшую голову с застрёнными ушами и короткую густую шерсть леопардового окраса, мягкую на ощупь. Хотя Саванна часто готова проявлять дикость и агрессию, всё же хозяин может приучить её сопровождать себя на поводке. Однако и тогда на прогулке нужно быть бдительным, поскольку Саванна вполне может отнестись к незнакомому человеку как к объекту охоты. Также желательно не оставлять эту кошку наедине с незнакомым ей человеком, иначе она может причинить серьёзные раны. Эти полудикие кошки обладают высоким уровнем интеллекта. Они умны, невозмутимы, очень игривы и легко поддаются дрессировке. На этом всё. Друзья, какую из этих кошек вы бы хотели себе? Напишите об этом в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!